всем привет друзья и мы с вами продолжаем прохождение симулятора механика поездов да на чем мы тогда остановились давайте посмотрим локомотив номер 7 мы получили информацию о громком шуме который доходил из района горного перевала мы подозреваем что это может быть связано с составом паровоза который проезжал в том месте следует проверить в чем проблема нам придется наверно к выезду до придется выезжать полный путь до выезд разрешен товарищ бананов найти повреждение локомотив горном перевале далее проблем товарищ сейчас мы поедем искать горный перевал у нас вот в этом месте то есть нам нужно выехать и сразу же гнать на правую сторону давать тогда делаем 1 делаем 2 немножко ускорение сделаем да и сейчас будем на правую сторону втыкать паровоз вот есть немножко и здесь можно наверное ускориться просто-напросто горный перевал у нас в этом месте значит где-то в этом месте у нас и будет паровоз дам так понимаю опа все друзья на всех парах мы летим за нашим локомотивом все видали как мы быстренько поворачиваем все время направо и летим туда жалко что скорости нельзя побольше прибавить так бы мы полетели намного больше если честно друзья я заметил что мы в каждый раз с вами едем почему-то когда находится нет когда у нас идет дождь кстати в локомотиве я никого не вижу магия волшебства а вот наш шикарный мост и плюс у нас локомотив стоит мы наверное опять же поедем в обратную сторону сейчас смотрим да мы едем с вами просто в обратную сторону а какой локомотив то ну-ка покажите мне он немножко другое да сразу видно что он немножко другой ладно не проблема тогда а буксируем сейчас обратно в депо дорога есть чё дорога времени не займет как я и говорю о 4 терри трали вали вы видели да там весь передок ржавый похоже что передние так передний цилиндр был поврежден в результате высокого давления а произведите необходимый ремонт да нет проблем я уже видел этот повреждение вы посмотрите какой он у нас ржавенький то есть это все придется нам ремонтировать ну давайте посмотрим что у нас тут происходит а здесь вообще полная блин гг давайте так исследовать да вот передняя часть и у нас передняя часть вся ржавая полностью ну вот я как и говорил слуховое окно стандартное название конечно ну что снимаем его нам нужно стать все трубы я так понял да как и снять как и снимать то еще бы сказали как это делаться о первую я снял а надо снять вот эту что ли сначала смотрите я нажимаю но она не нажимается а как понять а как я снимать табли стандартную и снять не могу а лампа хорошо лампа у нас выкручивается снимается лампа отлично теперь нам нужно как-то а как нам снять это все подождите может это надо снимать а вот оно чё то есть нам нужно снять отсюда сначала да я так понял ну-ка сейчас подождите о да я и говорю надо отсюда снять значит 1 2 снимаем вот эту запчасть так и теперь с этой стороны также да тут я думал почему я не могу снять оттуда снимаем вот это еще все это все снято хорошо теперь возвращаемся назад и снимаем всю запч чушь и шутишь то ли ты че шутишь ли да ладно блин друзья это еще не все оказывается нам нужно еще в колеса обойти пройти подойти то есть здесь а шатун снимается у нас снимается вот эта часть да я понял что нам тут очень много надо будет снимать нет вот это я зря снял вот это я зря снял теперь нам нужно снять вот тут что у нас находится так ебки марабки все к одному короче идет вот эти все трубы которые закрепляет вот этого поршневой накопитель да потому что он держит видите он держит значит с другой стороны такая же тема будет так откручиваем здесь болт здесь здесь а2 а здесь по моему труба да где-то было помню вот она труба снимаем там трубу заодно можно снять и снимаем вот этот корпус все понятно это это еще не все это вообще жесть вот эти трубы надо снять да я так понял а эти трубы у нас идут вот с этой стороны и трубы идут вот они идут так труба раз снята сюда а нет еще одна труба надо болен это жестоко немножко того я ее и тут надо снимать теперь идем на ту сторону и то же самое делаем с этой стороны то есть тут опять же мы снимаем с вами вот эту трубу до которая идет потом идет вот эта труба тоже снимаем хорошо также нам нужно снять вот эту трубу все отпусти меня так и теперь нам нужно опять же колесам снимаем мы с вами вот это крепление так здесь что у нас получается снимаем мы так подожди сейчас вот эта ручка рычаг рычаг труба вот эта труба где-то я видел а я снимал трубу теперь снимаем так да вот так вот очень много друзья в этот раз пришлось блин ну ничего что так опа сняли и вот этому тоже сняли все ё-моё разобрали тетире какой иди красавица однако стал сейчас мы тебя отремонтируем не переживай смотрим это по моему механика скорее всего может быть и нет нет ни хера не механик этот гидравлика да ну-ка ремонтируем и ай-яй-яй-яй-яй-яй блин а надо было знаете что надо было немножко здесь починить ну что есть первая поломка так слуховое окно друзья я опять же отлучался немножко мне надо было так подождите стопы то есть у нас получается слуховое вот она до 8000 друзья стоимости вон я давайте заказ делать 8000 10 долларов да смотрите заказ 12000 это что за беда-то алё разработчики это чё за фигня почему у меня так получается это как понимать стоимость заказа 8000 10 состояние счета после заказа 12000 а как это как что где эти цифры я не понимаю почему это все невидимо ладно фиг с ним мы заказываем тогда мне все равно придется это заказать потому что мне как-то надо локомотив поставить обратно на место чтобы он у нас был рабочем состоянии тут тут за дырка спереди да давайте восстанавливать тогда цель сборочки у нас идет вот у нас поломаная вот у нас целая не грязи бляха муха мне провод паразит а вот и чё теперь надо восстанавливать то что у нас сверху наверно давайте сверху все восстановим до полностью так вот у нас получается здесь еще здесь закручиваем мы болтики так есть нормально все красиво все бомбезно да так получат все остальные трубы мы потом чуть попозже поставим давайте теперь мы начнем тогда с нижней части надеюсь я тут нигде не заблужить хотя можно и часто дать сейчас поставим надеюсь сразу поставить и все еще выткнуть найти бы а как это сделать о нашел первое есть так немножко кривоватенько все работает а вален друзья я я не могу прицелиться так как это нифига не целится она реально она дергаться дергается но я не могу найти этого это немного кривоватенько работает еще в итоге а ё-моё я понял то есть у нас еще с другой стороны ведь идет вот еще нижняя часть нужно устанавливаем нижнюю часть знаю зачем я вот эту часть трогал понятия кривоватенько вообще если честно кривоватенько работает так восстанавливаем вот эту трубу она уже стоит здесь труба вы видите да как это все работает ну криво криво я ничего не могу поделать я даже нажать не могу а с этой стороны вот труба есть готова одна так 2 отлично нижняя часть еще 1 100 поставлена хорошо и вот с этой стороны вот с этой стороны я что-то могу нажать а вот все нажал нормально друзья восстановил все трубы с этой стороны у нас восстановлены теперь нижняя часть давайте сразу нижнюю часть начнем наверно восстанавливать до чтобы было нормально понятно что у нас да как здесь у нас идет труба если честно я не помню где найдет ладно пофиг как ним потом разберемся где куда чё и как идет туба я правда не могу сейчас понять потому что сейчас все в кучу ставить здесь очень много восстанавливаем тогда здесь у нас получается здесь 4 болтика да и с другой стороны тоже быть 4 болтика есть готова так поршень вставляем кулак какой-то вставляем не знаю что за кулак у нас так получается и нам нужно восстановить еще часть одну это нам нужно в колес колесам перейти вот вот эту запчасти зачем-то снимал не знаю зачем она по идее нам вообще не мешалось так крепление и шатун все шатун восстановлен здесь по идее еще какая-то труба ставится ну я чё-то не вижу чтобы она здесь вставлялась ладно если что она будет у нас так вставляем теперь с этой стороны так поршневой накопитель да и вот какая-то труба ведь помните здесь труба как отошла а подожди я середину забыл точно вот вот труба вот я и говорю про эти трубы первое есть вторая здесь вот третье вот там и вот четвертое вот сюда поставим все все друзья блин вспомнил я чуть середину не проморгал ничего страшного как бы до такого не было если что можно наверное здесь и продать хотя он болен я такого не видел если честно в начале когда я спотыкался то что у меня записывающая программа работает на ту же кнопку как и обновление в этой игре то есть если игра через клавиатуру да то игра просто слетает с места вот то вот так вот все как бы мы все восстановили полностью до вошли в день а нет нифига не восстановили а чему не уснули о чем мы с вами не восстановили тогда что-то я не понял о чем у нее основе это а я не понял хочу чем мы не восстановили у меня почему-то пишет смотрите поезд а не с полным составом установите нехватки частей где неиста вы бы мне сказали что мне восстанавливать я порядком не вижу чем не поставить еще хочу оставить ты должен страну тут наверное скорее всего что-то сверху мы не поставили пока подождите давайте сверху вот так вот возьмем так вот и посмотрим скорее всего что-то сверху мы не поставили вот и все нет все нормально все трубы все полностью стоит вот все так смотрим с этой стороны кривоватенько немножко работает с этими трубами нет это стоит труба это стоит это стоит все хорошо все нормально которы все подсоединены вот снизм нижняя часть трубы есть так а с этой стороны так и с этой стороны тоже есть нижняя часть трубы все хорошо тогда что-то мы вот здесь не подсоединили скорее всего да так запчасти с класс запчастями что у меня осталось покажите мне пожалуйста колеса это все мои осталось добавить корзину нет то что у меня осталось покажите гидравлика подождите инвентарь как открывается ну-ка подождите стоп так форма склад запчастями и а и чё у меня тут осталось выходная труба компенсатора выходная труба труба номер семь труба номер семь о как то есть у нас трубы остались так это все вижу 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 вот выходная труба все первое здесь снизу друзья снизу вообще не видно если честно вообще не видно так и вставляем вторую нормально теперь мне нужно найти труба номер 7 до ночью вставляется я как бы еще еще пока не допетрил хотя вижу вижу вот труба номер семь раз она очень плохо провели вообще видимость нулевая все друзья полностью восстановился этими трубами немножко были проблемы до минус блин минус 500 долларов ну ничего не поделаешь я все равно не понимаю почему у меня так много денег уходит я вообще не понимаю это давайте нажимаем продолжить мы с одним паровозом немного застряли да ничего не поделаешь так бывает давайте следующую тему у нас то его мою а локомотив номер восемь паровой локомотив был поврежден во время столкновения с автомобилем вау а проезжающим через пути к счастью никто не пострадал однако локомотив нуждается в ремонте следует проверить какие части были повреждены при столкновения и произвести ремонт ну давайте завозите локомотив сейчас посмотрим а я уже вижу а я уже друзья вижу-вижу-вижу дам а починить переднюю часть локомотива нет проблем и починить переднюю фару все понятно переднюю фару мне нужно починить друзья все он видно он смотрите о нифига повредили вы чё творите-то ё-моё паразиты вы что и можно колокол да давайте заодно еще колокол возьмем с вами да а чё а почему я не могу колокол это наверно верхняя часть а это совсем другая часть ну ладно не беда так снимаем тогда режим сборки режим демонтажа мы снимаем этот колокол я хочу его просто починить а кстати а он относится починки какой-нибудь или нет да относится к починки все понял ну снимаем тогда фару и снимаем передок полностью весь значит все фара есть да да он передняя лампа и колокол все опускаемся вниз так это я понял это у нас передняя часть и снимаем с вами переднюю часть то есть чтобы переднюю часть снять нам нужно боковые ступеньки снять хорошо теперь снимаем вот эти трубы чтобы эти трубы снять нам нужно назад идти я понял нужно вот сюда попасть и снять нам нужно вот эту трубу вот эту раз и здесь нам надо снять а все мы ничего не будем снимать мы сняли да а мы сняли все и снимаем передок все я понял откручиваем 4 болта и снимаем здесь полностью передок хорошо раз-два нормально мы нашли надеюсь всем да все полы все поломки мы с вами нашли я я пока не могу адаптироваться что-то за беда блин я все время путаюсь куда мне топать а колокол мы с вами чиним хорошо колокол мы с вами починили и у нас идет гидравлика друзья а нет ступеньки а чуть ступеньки это чё электрика что ли чуть бред ступеньки это электрика как это понять это же ступеньки тоже металл он же не может быть электрическим за фигня такая нестандартная друзья фигня какая-то ну-ка подождите ступеньки правда простые блин железно-металлические ступеньки фигня правда ладно давайте ремонтируем все остатки хорошо все проходит пока что хоть бы не накаркать а то любителям и накаркать да потом еще и покупаешь запчасти не не понимая почему такие цены блин а вообще не понимаю ну что режим сборочки тогда восстанавливаем все на место ну какая красота да о по передок у нас идет на четырех болтах хватит так вот вкручиваем опа 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 нормально и вставляем ступеньки электрические кстати не знаю почему они все но красота вообще можно заодно еще и а лампу прикрутить посмотрите какая красота у нас получается мой лепота вообще так вот и давайте как раз поставим мы с вами сюда вот эти трубы да у нас одна идет труба она никак не отмечается криво отника работает немножко и ставим колокол все а колокол подождите колокол нам нужно по моему нет ни на закрутить все мы полностью все заменили хорошо нормально хорош все бамби за все работает локомотив пошел мы заработали с вами две с половиной тысяч долларов хорошо так немножко не могу адаптироваться почему-то в этом так депо да а локомотив номер девять мы получили информацию что туристической состав который туристические до который становился на товарной станции не в состоянии сдвинуться с места узнать в чем проблема и в случае необходимости отбуксировать поезд в ремонтная депо то есть мы за ним друзья будем отъезжать то есть придется еще разочек выезжать из нашего гаража найти отбуксировать поврежденный локомотив на товарную станцию подождите поврежден локомотив на товарные станции товарная станция мне бы еще найти это где находится товарная станция такая а вот я нашел друзья товарная станция ой это тоже недалеко давайте тогда полный вперед сейчас мы будем немножко вперед проезжать тогда да как нам это поступить то друзья нам придется круг делать значит потому что мне здесь и никак не заехать мне нужно вот сюда попасть эти да но мы можем немножко укоротить этот круг хотят нет не укоротим мы никак круг полный период тогда ну ничего зато пейзажи посмотрим какие у нас тут будут о какие горы красота вообще блин а с другой стороны а тут что у нас идет какие-то краны до идут это что такое а это нефтянка е-мое чу какие краны это нефтянка точно уже нет добывает кто-то тут вон деревья все вымершие и деревня вся уак страшные ужас так вот о какой-то не это что такое а это эти туннели для машин да вон вот каменная арка вы видали как а рачка вот это красота вообще а летим друзья короче на всех порах сейчас о поворот сейчас чуть не проморгал здесь мы поворачиваем так стоп почему-то я не могу поверить а все 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 вот я просто не доехал и теперь выключаем карту тогда что у нас так получается товарная станция сейчас будет уже вот 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 сейчас вот сейчас вот она идет вот вот она идет да мы идем на всех парах вперед нам не нужно никакую сторону я так понял да ну да по моему здесь я не мимо еду нет я полностью доехал чем мы тут подобрали вижу что мы подобрали теперь нам нужно возвращаться назад можем ли мы сделать просто назад да мы можем смотрите досюда доехать задним ходом вот до этой до до этого перекрестка не знаю как сказать перекресток железной дороге странно звучит конечно ну пофиг доезжаем до этого перекрестка тормозим наш локомотив полностью на тормозах давайте полностью на тормоза он все на тормоза на тормоза на тормоза солнышко тормози где ты там вот теперь вперед немножко ну и поворачиваем сразу же вот нам домой наша депо да чтобы не делать лишний круг нам это не нужно все теперь можно просто лететь на всех домой здесь конечно же надо будет повернуть в эту сторону видите что происходит лучше не торопиться так как там немножко нам будет надо все равно тормозить да давайте я немножко приторможу как там получается то я не вижу нифига у меня карта на весь экран просто я не хочу проворонить чтобы потом лишние движения не надо было делать это намного удобнее через карту это все делать знаю друзья что у нас карта все время светится вот и вот в этом промежутке мы поворачиваем налево да и потом уже на всех парах можно лететь хотя можно уже на всех парах лететь нажимаем полный вперед поворачиваем налево и все карту можно убрать спокойно мы доезжаем до нашего депо а так похоже что были повреждены трубы но трубы мы уже тоже с вами видели но по крайней мере я видел вот они вот они трубы друзья то есть у нас идет ремонт вот этих труб да я так понял сколько нам нужно найти три трубы три трубы я почему-то вижу 5 а как это понять почему я вижу 5 а я понял то есть это за одну идет раз два три вот вот все три трубы мы с вами уже нашли да да набор труп 8 труба 11 труба 13 все давайте тогда мы их снимаем ремонтируем и вставляем на место ничего опять же нам не нужно крутить какие-то паровозы без гаек без болтов странно как же они держатся при движении без понятия как они еще не развалились вот это вообще точно ну что теперь можно немножко увеличить свои станки 7500 у нас 22000 ничего себе давайте увеличим вот так вот и вот так вот да чтобы у нас не было никаких проблем у тите чикских проблем нифига себе навернул вот так вот и рам ремонтируем друзья раз смотрите как на скоростях 2 вообще бомбезно да и так получается еще труба номер 11 тоже починина все хорошо красиво бомбезно классно возвращаемся тогда обратно и восстанавливаем то что у нас было снято режим сборки первая труба опа вторая труба опа и третья труба друзья все мы починили можно отправлять локомотив блин как-то быстро это все конечно первые паровозы вот эти первые локомотивы когда у нас были дарим на ремонте мы как-то очень медленно и очень долго это все делали тут я не знаю как они реально держатся непонятно локомотив друзья 10 и 11 ожидаем следующих сериях потому что ну правда я знаю что ролики маленькие но зато более интересные чем по 40 по 50 минут я так понял что мало кто смотрит ну что друзья на этом я с вами буду прощаться если вам понравился ролик поддержите его лайком подпиской на канал все ссылки друзья вы найдете в описании желаю всем чистого неба над головой приятного просмотра и всем пока пока